Приехали в самый центр, в центр Хукет, и заселяемся в отель Тревелодж. Нам уже принесли приветственные напитки, и мы уже ждем заселения. Каня уже пробует, пробует супер напиток. Но как? Нам выдали не раньше двух часов, на четвертом этаже в стиле кондо. Итак, осматриваем номер. Мы взяли улучшенный, не делюкс и не стандарт, а это улучшенный, с одним окном. Где-то мы на фото, как видели, что есть с двумя. Оказался очень просторный номер, новый ремонт, но не лакшери, конечно. Шкафа здесь нет, то есть только вот такая вешалочка. Вид у нас из окна для этого места вполне себе приемлемый. Не в The Base, а в другой The Hill. Ой, как он называется? Hill. Тоже, может, я даже попрошусь у них посмотреть. Это кондо. Ну, мы, в принципе, довольны. Как бы сейчас самый-самый сезон, и мы не бронируем дорогие отели, потому что, ну, вот, грубо говоря, они в цене от трех тысяч поднялись чуть ли не до четырнадцати. Поэтому мы сейчас ездим по кондикам для такого длительного проживания. Так, ну что здесь у нас? Такая тумбочка интересная. Ну, ремонт, конечно, видите, не лакшери. Дома все чисто, классно, запахи приятные, душ свежий, все отличненько. Мы уже на чемоданах, переезжаем во Вьетнам скоро, и живем сейчас в самом центре Пхукета. Пришли на завтрак. Кофемашина есть, но она, по-моему, и не зерновая. Мы в окружении кондо, и здесь оказался небольшой маленький отельчик с очень даже приятным завтраком. Там фруктов очень много, соки по стандарту, как и везде. Интересно, что еда всегда красивее выглядит, когда новый интерьер. Так-то на самом деле очень стандартный тайский завтрак. Нам предлагают мисосу, фрайдрайс, сосисочки, панкейки, жареные яйца, под тай с большими макарошками и тушеные овощи. И, естественно, хлопья для детишек на завтрак. И можно погреть себе круассанчики, дениши и сделать сэндвич. Ну и сидим довольно приятно, как в кафешечке. Ну а теперь к окрестостям выходим. А вокруг нас 7-11. Еще куча разных комплексов. The Hill, например, как он называется? H-Hill. Hill. Он только что построился. Приятная кафешка. Я уже там попробовала кофе вкусный. Рядом 7-11 это уже удача. Но мы проходим мимо, потому что идем в торговый центр. В центр пикет. Единственное неудобство, что нужно пройти по вот такой без тротуарной улочке. Тут же располагается знаменитый The Base комплекс. Его очень часто выбирают для зимовки. Ну и буквально 200 метров мы уже у торгового центра. Вот смотрите наш отельчик. И вот он уже торговый центр вокруг нас. На самом деле это место выбирают очень многие зимовщики. Потому что очень хорошее расположение. Пляж, конечно, здесь нет. Но здесь огромное количество развивашек в торговые центры. То есть для жизни этот район подходит больше. Он находится в центре. И вам как бы в любую точку, там, минут 3 съехать. Буквально 2 минуты и мы уже на месте. Ну а полный обзор торгового центра смотрите на канале. Около месяца, наверное, не были на пляже. Сейчас похолодало. Всего лишь 30 градусов. И Аня теперь ходит в свитерке. Ей холодно. Холодно, чтобы вы понимали. В ресторане. Да. Тут мне уже хатка. Я забыла снять. А, да? Я думаю, ты ходишь. Тебе еще холодно. Ну ты снимай, не терпи. Но в любом случае, конечно, становится холоднее. И когда долго живешь, прям... Ничего себе, Аня. Все там в дуалинго кого-то побеждает. Ну а мы пришли кофейку. Ой, да, вон у Ани 1899 очков. И она на первом месте. Ну а мы живем городской жизнью. Мы вышли. Внизу у отельчика есть булочная. И очень вкусный кофе варят. Можно бенедикты заказать, если вы здесь без завтрака. В общем-то, все ощущения, как будто мы, ну прям в городе, в городе. Очень тоже интересная атмосфера, когда ты долго живешь на пляжах. Конечно, для тех, кто прилетел отдыхать только что, это ничем не удивишь. А нас как бы после Каты, например, вообще шик. Ну все как в городских отелях. Авокадо-тосты есть. Мы себе взяли по печенюшкам. Цены, кстати, как в 7-11. Он напротив, они, видимо, оттуда взяли. Естественно, есть небольшой фитнес-зал с панорамным оснащением. Он маленький, но, в принципе, для тренировок сойдет. Небольшой бар был когда-то предусмотрен, но он ни разу не работал за время нашего посещения. Но я думаю, может быть, по телефону можно что-то заказать. Ну и бассейн не лучший, честно скажу. Я ни разу в нем не купалась. То есть он очень такой маленький, узкий. Ну как-то у стенки. Дальше там The Cape дешевый довольно, кстати, для проживания с кухней Кондо. Ну, в общем-то, вот вся территория. Бассейн интересный, конечно. Слушайте, мы опять вернулись в NHI Boat Lagoon. И в этот раз у нас, смотрите, какой номер, просто потрясающий холодильник. Здесь огромная, ну, такая кухонная зона. То есть, мне кажется, для жилья просто столик для занятий, диван. Просто смотрите, какие объемы. Я в шоке. Ну, всего лишь на один день нам дали, потому что не было свободных номеров. Ну, это просто мне уже жаль уезжать. Офигеть просто. И креслица, и диванчик. Вообще. О, ты включил? Канди, у нас что-то не работало. Вообще, слушайте, вот это апартаменты. Нам выдали за неимением. Сейчас вообще какие-то везде фул, фул. Мы не могли найти номер. В общем, жалко бы остались цены какие-то бешеные. Но потрясающе. Я уже плачу, что нам завтра уезжать. Огромная квартира, считайте, нам досталась. Смотрите, какие просторы, объемы. Мы даже телевизор включили посмотреть в домашней атмосфере. Ой, с ума сойти. Так, я еще сама ванну не видела. И здесь еще рабочее место. Ну, потрясающе. И ванной. Такая, ну, господи, не зеркало, а стекло, как я люблю. Ох, боже мой. Так, ну, шкаф, ладно. Так, посмотрим. Ванна, боже. Смотрите, она с двумя этими раковинами, как в дорогих фильмах. Ох, слушайте, я, конечно, не ожидала для ночевочки на день. Ох, я, кстати, о, боже, я сегодня обгорела. Мы сегодня на сабах катались на инви. Вкупу маленькие еще осталось. О, боже, как хорошо. Слушайте, у меня весь сон как рукой сняло. Ну, потрясающе. И ванна. Ой, ребята, жалко, жалко, что завтра уезжать уже. И зеркаловый весь рост. Ну, просто невероятная домашняя атмосфера. Хоть один денек в домашней атмосфере побудем. Че? Вообще зеркал. Да, вообще, сколько зеркал. Ой, слушайте, ну, телек, телек огромный просто. Ну, сумасшествие. Слушайте, ну, короче, огромная квартира нам досталась, а не номер. Я, кстати, же уже обзор этого отеля выложила. Он есть на канале. Неурочно выложила это. Мы Новый год в нем были. Ну, завтра покажу вам с утра. Вид тоже потрясающий. В этот раз у нас четвертый этаж с видом на бассейн. Кухня с видом на яхты. Готовишь и наблюдаешь строительство. Слушайте, ну, у нас здесь, конечно, окон. И вид у всех потрясающий. О, видели там чувак по крыше ходит? А, крышу он ремонтирует. Ох, ну, слушайте, вообще потрясающе. Но есть, конечно, у них номера, знаете ли, ужасные. Здесь еще в стену, но хотя бы ремонт. А вот за пределами вот этих крыш есть еще номера. И там, конечно, жуть-жуть-жуть. Наш заключительный выпуск из Таиланда. Последний отель в Таиланде. И мы летим уже во Вьетнам, в Ничанг. Заселяемся в отель, рядом аэропорт. Мы прямо в самом центре, так скажем, Пхукета. Сначала полетим в Бангкок, а потом уже в Ничанг. Еще в Бангкоке денек проведем. Но сейчас заселимся, посмотрим, что у нас за последний номерочек ждет. Ну, а отель новенький, приятный. Очень свежо и приятно. Ну, как бы он, конечно, не на море. Так, для остановочки вполне себе. Смотрите, территория очень приятная. Мы еще во времена пандемии его хотели забронить тоже перед вылетом. Но он был на стопе, представляете. Очень популярный оказался. И сейчас очень много номеров занято. Ну что, сейчас нам номер уже дадут. Уже опять часов вечера. Есть даже собственный 7-11. Ну, кстати... Так, есть и фитнес-зал нам показывают. Видите, как классно провожают. Ну, мы вряд ли в него пойдем. Фитнес-зал, в общем-то, есть. Очень даже неплохой, я вам скажу. Оснащение потрясающее. Так, ну а пока это я, видите, не успеваю заснимать. Он рассказал, что у них есть скидки на экскурсии. Что-то там за 2000 ватт. Экскурсии на острова. Там вот что-то включают. В общем, у них типа промоушен. Так, ну и заодно я вам сейчас покажу, как выглядят старые, так скажем, номера старого формата. С интересным окошком. Мы уже однажды были в таком отеле. Видите, глянная закона. Да. То есть вот она дверь. То есть вот тайский домик, да, как выглядит. Вот у них всегда окошко. Здесь, значит, у них вид рядом с окошком. Ну, в общем, я к тому, что очень странная такая планировка, да, когда вы заходите, а окно как бы у двери позади вас. Аня у нас тут приболела. Ну, вообще тут пахнет очень вкусно. Халатики есть. Потрясающе просто. Ну, естественно, здесь все... Ой, слушайте, прям вкусно пахнет. Я почему-то... Холодильник-то какой большой. Посмотрите, будем готовить. Я, кстати, купила... Напоследок я засаливаю сало сама. Научилась в отеле вполне себе. Так, столик есть. Так, раковина. Аня очень удивилась. Такой потрясающей раковины. Так, ну что тут? О, блин, ну вот душ, конечно, я ж не удержалась. Это прям... А-а-а! Я терпеть не могу. Вот такие леечки. Ну, вернее, я люблю с леечками. Ну, и вот эта политочка, конечно. Ну, сейчас беда. Нам чисто переночевать. Так что вполне себе нормально. А-а-а! Переночуем в тайском домике. Слушайте, ну чисто хорошо. Я говорю, сейчас прилетим в этот... В Ничанг. Я подустала аж сегодня вообще. Нам чисто этот отель, вещички собрать. И в Ничанге у нас первый отель Moving Peak. Потом будет Redis and Blue. Ну, в общем-то, много-много всяких отелей. Подписывайтесь, если что. И я к чему? Что вот после такого номерка мы там, конечно, будем в восторге. Это к вопросу, когда... Ну, вот обзор снимаешь, да. Бывает, приезжаешь из фешенебельного отеля в хорошую такой, знаете, хорошую пятерку. И что-то там не нравится, что-то не так, что-то там еще. А вот после этого мы приедем, я думаю, что мы будем в таком восторге от Moving Peak. А я буду так восторгаться. Поэтому я всегда говорю, что вы, когда обзоры смотрите, вы смотрите факты. То есть я, конечно, передаю свои эмоции по поводу этого. Но они же, понимаете, могут быть и субъективны. То есть потому что я, например, переехала из очень плохого отеля. Или наоборот, я переехала из очень хорошего. Вот как я, например, Crystal Prestige снимала, там мне все не нравилось. Ну, потому что я туда переехала просто с потрясающего отеля. И, ну, по сравнению с ним он просто был не очень. Поэтому обзор, ну, я снимаю. Я же там не везде свое мнение только говорю. Я видео же снимаю как раз для того, чтобы вы составили свое мнение. Потому что часто вот такое прилетает, что, мол, того, что вот вы там что-то засняли. Такая, что, ну, если вот оно есть, что я могу не заснять? Ну, некоторые пишут, что я плохо сняла, ну, плохо про отель говорю. Некоторые говорят, нет, слишком хорошо. Но это же видео, это факты. Ну, то есть я же не рассказываю, не пишу текст, я говорю факты. Поэтому, пожалуйста, вы, когда смотрите видео, не только слушайте мою какую-то. Да, я даже перестала в видео делать, ну, у меня раньше я в конце всегда делала, ну, свое мнение об отеле, да, так скажем, подводил ток. Я сейчас перестала это делать, чтобы вы, ну, составляли свое мнение. Ну, а там мое я, конечно, вам могу сказать, да, ну, это мое мнение. На пакете есть сеть ромэнных. Они есть практически в каждом торговом центре и даже в лотосах. Если с напитками здесь не очень, то с супами потрясающе. Кроме супов здесь практически ничего нет, но удоны, те, кто любит японскую кухню, потрясающе. Меню сначала кажется довольно однообразным, но на самом деле здесь очень много ромэнов. Очень прям они насыщенные, бульончики все разные. А вот это осторожнее, вдруг детям заказывайте, оно, оно холодное, да, да, поэтому мы заказываем вот такое, но без спайси. Есть еще, смотрите, вариация с том-ямом. Ну, а по закусочкам так себе, конечно, но мы пришли есть суп. Ну, и обычно все, кто приходят сюда, они приходят за ромэном. А заведение называется вот так. Шашибан Ромэн 8. Ну, и очень-очень всегда много народов. Сами, видимо, тайцы тоже устают от тайской кухни, да, пришли. Сегодня выходной, кстати, воскресенье, но у них еще, кстати, в понедельник выходной. Ну, а теперь оцениваем порты, посмотрите, тарелка огромная, огромная тарелка вкуснейшего суха. Я люблю прям терпки и макарошки вкусные, но они тоже ей поменьше, конечно, но тоже очень вкусно, аппетитно смотрится. И у нее гуава джуз. Ну, ань, заболела, да? Грустишь? Последние деньки болеют. Мы сегодня нашли потрясающую булочную, ямазаки называется. И здесь очень вкусно пахнет, куча десертов, и посмотрите, что есть. Почти наши трубочки. Ну, вот помните, как у нас были, но они, конечно, тут такие более пышные, но все равно. Сейчас Гришу возьмем, он удивится. Ой, вот эти тоже шоколадные, смотрите, тут столько вкусностей, боже. А это вкусняшка, сахарная пудра и сливочное масло. Ой, очень-очень вкусно. И хлеб, хлеб, нормальный хлеб, не по 600 рублей. Короче, слушайте, крутая булочная. Здесь и хлеб, оказывается, стоит нормально, смотрите. Класс. Еще и ход в 11 часов. Ну, здесь тайская тема дальше пошла. Ох, и вон, смотрите, какие вкусняшки тоже. Очень калорийные. Нашу лобчик, смотрите, все пекут свеженькое. В Таиланде начали набирать популярность ромэнные, смотрите, опять это ромэн, прямо на территории Лотуса. Но здесь интерьер такой тоже прикольный, все в стиле деревянном. О, надо было к ним идти, смотрите, какое меню у них разнообразное. И салмон есть, ничего себе. Ой, стейки чудесные. Здесь прям хороший. О, а тут интересно сделали. Выбираешь любой бульон и топпинги к нему. Эксклюзивчик из Таиланда. Немножко о сервисе. Во-первых, булочки. Во-вторых, еще и порежут. Ну, просто потрясающе. Как будто в Москву вернулись. Все, сервис, сервис пошел. Вроде бы как перед отъездом нужно съездить на пляж. Но мы что-то прям никак не доедем. Сейчас у Ани уже школа начнется. Мы решили использовать наши ватманы, которых мы накупили. Очень-очень много. Оставим, конечно же, здесь. Потом вернемся. Может останутся, не знаю. На хранение оставим. Будем сейчас творить стенгазеты делать. Мы начинаем наше утро перед отлетом. Завтраком. Я совсем забыла заснять. Мы здесь так заехали. Что-то никуда не выходили. Даже завтрак-то очень даже неплохой. Ну, по стандартику. Даже кофемашина есть. Ну, такая не очень, но она есть. Ну, естественно, тосты. Выбор хлеба только один тостовый. Круассанчики можно погреть. Можно сделать себе. О, муха там залетела. Ну, для Таиланда это нормально. В общем-то, йогурты для деток. Хлопья. Так, ну, уже заканчивается завтрак. Каждый день меняются фрукты. Это либо ананасы, либо арбузы. Ну, в общем-то, разные каждый раз были. Соусы, смотрите, стоят. Так, яичница. Ну, естественно, можно заказать отдельно омлет. Кстати, сосиски нормальные, вкусные. Не такие, как вот обычно. Летчина. Так, тут у нас... О, тут, видите, прям сегодня не завтрак, а обед какой-то. Гамбургер, это шик вообще. И тайская еда пошла. Естественно, соусами все это можно апгрейдить. Два вида. Один здесь каша. Ну, такая тайская, она не сладкая, рисовая. А это бульон для того, чтобы приготовить себе нудл суп. Ну, и посидеть вообще довольно приятно. Неожиданный, конечно, завтрак. Кстати, очень вкусно. Я прям... Ну, это, знаете, такой, слышите по голосам, это такой китайский отель. Они приезжают на автобусах, завтракают и уезжают на экскурсии. Слушайте, мы уже второй раз в Бангкоке. Здесь такие хорошие завтраки. Ну, то есть, они, понятно, они интернациональные, тайские. Но здесь и нудл суп, ой, ну, том ям это. Ну, в общем-то, и супчики, и макарошечки. И даже, смотрите, полезная еда. То есть, без соли, без... Ну, то есть, это вообще редкость у них, что ли, без соли и сахара найти. Картошечка. Ну, слушайте, для такого отеля, аэропорта, так все приятно. И яиченку свеженькую готовят, и тосты. И, ну, кофе, понятно, нету такого хорошего. Ну, и фрукты, и йогурты. Слушайте, вообще прелесть. Правда, такси мы никак не можем вызвать. Все спят почему-то. Ну, хотя вот прям через дорогу аэропорт, ну, как с вещами идти непонятно. Сейчас будем узнавать, может, у них какой свой трансфер есть. Все, дуолинга делает по утрам. Ну, все, кушаем и летим дальше. Все. Все.